Мария Максакова присоединяется к нашему эфиру, известный блогер, общественный деятель. Мария, здравствуйте! Внимательно вы с нами вместе смотрели сюжет об этой особи, Евгении Киселёве. Вы в прошлом... Дмитрий, по-моему. Дмитрий, Дмитрий Киселёв, Евгений Алексеевич, если вы нас видите, простите, пожалуйста. А Дмитрий Киселёве, вы в прошлом очень популярная российская телеведущая, поэтому за кулисьей российского телевидения, знаете, хорошо и наверняка намного лучше, чем журналисты украинские, которые готовили этот материал. Что мы упустили? Я считаю, что украинские журналисты прекрасно подготовили материал. И если я себе позволю просто добавить несколько штрихов к его портрету, то будем считать, что вы этого не сделали только в силу того, что были ограничены во времени, а так наверняка бы то же самое всё поведали аудитории. Итак, я думаю, что этого персонажа, вот именно согласно сегодняшнему российскому законодательству, можно было бы по праву называть иноагентом. И вы знаете, как бы он ни старался вымарывать из своей биографии вот всё то, что ему сейчас уже не подходит, всё-таки строки из этой павлинии песни, наверное, уже не выкинешь. Итак, в 91-м году, который Киселёв сегодня, конечно, по должности и призванию вынужден ненавидеть, вот в этом 91-м году, он сотрудничал с немецкими телеканалами ARD и RT, и получал, вернее, ARD и RT, и получал от них советные гонорары. Также он проработал в ФРГ помощником журналиста Герда Руге, а ещё продавал материалы японской телекомпании NHK. С 94-го по 97-й год он был ведущим программы «Окно в Европу», уже в России, причём на это он получил грант весьма такой жирный от Еврокомиссии, направленный на поддержку демократических институтов в России. С 2000 по 2006 год он подвязался в Украине, вы как раз упомянули эту, так сказать, страницу оборотням, и подхалимничал, действительно угождал, работая редактором службы информации одного из телеканалов, за что тоже получал исправную зарплату, разумеется, не в деревянных рублях. И вот теперь, когда, я думаю, что мы все с вами вместе убедились в статусе иноагента Киселёва, давайте разберём, что же это за звери и какой такой диагноз столь живо отпечатался на его физиономии и его поведении. Значит, девичья фамилия этого живого лица Лепры Несмачно, то есть невкусно по-русски. Это настоящая фамилия, кстати, ключевого путинского пропагандиста и одной из самых жирных кукол-рукавичек Кремля. Несмачно – это фамилия матери, соответственно, деда Киселёва, то есть Микола Несмачно, который родом из Западной Украины. Таким образом, Киселёв Несмачно – это ещё один образец манкурта, который, конечно, стоит в ряду, так сказать, этой кунсткамеры на стеллаже моральных уродов рядом с Матвиенко, Мединским, Глазьевым, Щеголевым и вот такими же ещё можно продолжать предавшими свою родину и продавшие себя дьяволу Путину-урке и маньяку, в общем-то, садисту-убийце. Киселёв Несмачно поступил в ЛГУ на Филфак, где специализировался на скандинавских языках. И вот в этом же университете Несмачно, что, кстати, было весьма таким, ну, как бы, частым явлением, был завербован сотрудниками КГБ СССР как потенциальный журналист-международник, точнее, чекист по журналистским прикрытиям. Выпускник Филфака Несмачно-Киселёв, значит, контора распределяет его вещать, коммунистическую пропаганду, да, сразу в Гостелерадио СССР, в центральное радиовещание на зарубежные страны. То есть на Норвегию и Польшу это оба направления были очень для них важны, потому что Норвегия ближайшая к границам совка страна НАТО, а в Польше уже зарождались, конечно, несмотря на то, что она относилась к соцлагерю, уже очень ощущался ветер перемен. И вот демократическое направление развития. Ну и, соответственно, там он тренировался в своей вот этой агитпроповской риторике. Ну и, собственно говоря, вёл эти информационные войны против того, что Путин впоследствии со страха обозвал церетными революциями. Значит, вклад его, конечно, в должной мере оценили кураторы, старшие товарищи поощрили его тут же должностью директора информационного вещания уже на центральном телевидении и сделали его, кстати, сказать, ведущим информпомойки основной, то есть программы «Время». И чуть позже отправили уже по линии ПГУ, то есть первого главного управления КГБ СССР, под прикрытием в должности спецкора программы «Время» шпионить в Норвегию. После того, как провалился путь, значит, и ГКЧП, и развалился Советский Союз, как мы знаем, не была проведена ни иллюстрация, ни, так сказать, осуждений никакого не было. И поэтому чекистам не запретили работать вот этими самыми журналистами под прикрытием. И вот киселёву насмачно удалось ещё 10 лет. Таким образом, все 90-е годы доблестно работать языком, ублажая и удовлетворяя все триггеры, сменившие вывески, но не реформированной власти. С 92-го по 94-й год уже служба внешней разведки. Россия командировала киселёванный смачно собственным корреспондентом государственного телеканала «Останкино» в Бельгию и Голландию заниматься всё тем же. А с приходом Путина в Кремль этого идеологического десантника контора направила внедряться в украинское информационное пространство, где, как я уже упоминала, он довольно быстро возглавил информационную службу одного из ведущих телеканалов. Там он, кстати, освоившись и дальше развернул свою деятельность, получая, очевидно, финансирование, как ему, наверное, хотелось говорить НИДа, а, скорее всего, ФСБ. Он устраивал всякие там мероприятия, вечера с участием разнообразных российских и украинских чиновников, что примечательно, депутатов и деятелей культуры. И этим он занимался почти шесть лет. А три года из этих шести, то есть 2003-го, он ещё и совмещал руководящую работу в телевидении в Украине и введение ключевых агитпрофовских программ-шоу на путинском канале «Россия». Значит, 26 ноября 2004 года, в разгар оранжевой революции, журналисты украинского телеканала, где Киселёв руководил информационной службой на встрече с генеральным директором канала, выразили недоверие Дмитрию Киселёву, Несмачну, заявив, что он искажает выпуски новостей в угоду кремлёвской пропагандистской машине. И вот в шестом году чекисты окончательно отозвали Киселёву Несмачну уже в Москву, и в восьмом году он был поощрён постом заместителя гендиректора телеканала «Россия-1», то есть он стал заместителем Олега Добродеева, которого, конечно, в пору бы называть «Злодеевым». Однако, как бы он там прилично не старался исполнять свои обязанности, всё равно в одной лодке им довольно скоро оказалось тесно. И вот тогда, уже в 2013 году, было решено повысить Киселёва так, чтобы он возглавил что-то самостоятельно, выслужившись уже куда дальше. И таким образом он возглавил реорганизованное агентство «Россия сегодня», то есть бывшая РИА «Новости», а ещё раньше в советские времена, это было АПН, то есть агентство печати «Новости». Но это 90% всех этих сотрудников традиционно, ещё с тех советских времён, конечно же, были все при погонах. И, собственно, там у них были развитые корпункты по всему миру. И таким образом это просто сеть, которая опутывала с тех ещё пор, в общем-то, своими злыми делами планету. И вот её возглавил Киселёв, разумеется, понимая, чем он там должен заниматься. То есть это, конечно, свидетельство высокой степени доверия к нему Лубянке и Ясенева, где располагается штаб-квартира СВР, фактически Киселёв подрабатывает там, ну как бы, отделом кадров. То есть вовремя даёт для путинских этих всех шпионских нужд пресс-карты для прикрытия. И, соответственно, шпионам гораздо удобнее было разъезжать вот с того самого периода, как он возглавил в 2013 году, значит, эту контору. Ну вот, таким образом он подпитывал всю эту преступную шпионскую путинскую сеть, раздавая эти удостоверения. И, собственно, я думаю, что сегодня уже почти ни у кого не остаётся сомнений, чем занималось и вообще занималось всё это вещание. Слава богу, с большинства спутников путём петиции удалось вышвырнуть вот это вот. Но, однако, всё равно работа должна продолжаться, потому что всё равно, конечно, много их по-прежнему и в отельных пакетах можно иной раз встретить, к сожалению, эти безобразные программы. Однако, должна сказать, что всё это ещё, кроме того, Киселёву Несмачно было щедро оплачено. Он, конечно же, активной участий в коннексии Крыма 2014 года. Имеет виллу в Коктебеле. Это таунхаус палубного типа с пятью сан узлами. Как известно, Несмачно обильно гадит везде, поэтому меньше просто, видимо, никак. Вот постройка виллы, бассейна, обустройство лифтового оборудования и реконструкция набережной возле дома Киселёвы Несмачно обошлась в 4 миллиарда рублей российскому бюджету. То есть, за это заплатили российские налогоплательщики. На эти же деньги налогоплательщиков Киселёв построил на аннексированных России крымских землях целую винодельню. Значит, империю такую. Вот в 2019 году из подачи путинских кошельков, тоже так называемых виноделов, дремучих братьев Ковальчуков, даже возглавил Союз виноделов России. Ну, в общем-то, дальше, конечно, во время полномасштабного вторжения 2002 года Путина в Украину, естественно, он продолжал яро выполнять возложенные на себя вот эти вот черноротые омерзительные обязанности. Об этом, кстати, в вашем сюжете хорошо очень все рассказали подробно о том, как он, значит, собирается уничтожить просто чуть ли не весь земной шар и что там покрыть радиационным пеплом, под стать еще одной пропагандистки. Кстати, я думаю, что по совокупности всего содеянного его прямо ждет пожизненный приговор в Гаге и там когда-нибудь будет, наверное, другая такая же черноротая уничтожительница всего живого Маргарита Симоньян рыдать, значит, у него на груди после того, как даст признательные показания не только на него, но и на главного вот этого кукловода кремлевского, то есть Алексея Громова, замглавы администрации президента, который, собственно говоря, курирует и координирует между ними вот этими пропагандистами каждый их шаг для того, чтобы это сплеталось в какую-то им только понятную единую канву. Ну а пока Киселев находится на полпути в Гагу, я думаю, что как раз вооруженные силы Украины смогут на своем пути уже в ближайшее время ликвидировать все киселевские самострои в Крыму, включая его незаконно возведенную виллу, ну и, разумеется, со всеми этими отхожими местами, ну и, конечно же, вот эти вот его винодельческие заводы с изготавливаемой там барматухой по, в общем-то, наверное, каким-то особенным рецептам вот этого, так сказать, временно кажущегося живым лица лепры, которые он из себя представляет, то есть, ну, думаю, что и барбатуха соответствующего содержания, поэтому чем быстрее вооруженные силы Украины снесут эти самострои с прекрасной украинской земли, тем лучше будет. Как много подробностей, какие они все грязные, конечно. Ну, какой человек, такие подробности его биографии. Мария, у нас есть около пяти минут еще остается, мы с вами успеем обсудить еще одну громкую новость этого дня, если можно так сказать. Верховный суд признал экстремистской организации и постановил запретить некое международное общественное движение ЛГБТ, чтобы это не значило. Какую цель преследует новая охота на ведьм, по-вашему? Возможно, эта инициатива может быть связана с мобилизацией неожиданной, да, такой вывод? Ведь это дает повод сейчас без суда и следствия отправлять, ну, сотни тысяч, наверное, людей в тюрьму, а оттуда прямиком на фронт. Смотрите, это действительно скандал, причем я вам хочу сказать это, с моей точки зрения, просто международный, скандал очередной, по той причине, что это направленная дискриминация, причем зачем? Цели понятны. Значит, они, причем очень таким, как сказать, коротким путем это сделали. То есть, Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании непонятно чего, непонятно чем. Понимаете, дело в том, что при всей размытии их формулировок признавать экстремистской организацией вообще отсутствие какой-либо структуры и так далее, то есть, это, в принципе, охота на ведьм, с одной стороны. То есть, совершенно понятно, что это будет, то есть, как бы, так сказать, команда ФАС, которая в итоге может распространяться по полному самодурству и произволу, так как нету такой организации, как таковой, которую они вот признали экстремистской. Поэтому, из-за того, что это оставляет широту вот этих вот безобразных их толкований, к чему это, скорее всего, делается? Конечно же, они займутся не поиском, так сказать, в среде своих, для которых у них никакие законы не писаны, и там для них существуют клубы типа «Термос» на, по-моему, Покровском бульваре, куда захаживает вся путинская верхушка, значит, развлекаться и смотреть на кремлевский полк или эскорт, точнее, наверное, сказать, в полном составе с голубыми перьями. Это, конечно, себя они никак не относят, так сказать, тем, кого пытаются дискриминировать и кому, значит, соответственно, против кого они уже давным-давно начали вводить все эти безумные нормы. Когда-то еще я сама, стоя там на трибуне, пыталась воззвать к здравому смыслу и прекратить заниматься поиском иных, делать из людей изгоев, залезать ним в кровать и даже цитировала Раневскую о том, что несчастная страна, где человек не может распорядиться своей пятой точкой. Но сейчас это все приобрело, конечно, совершенно иные масштабы и иные цели. Если раньше это был просто намек всем тем, кто хочет нормально жить, что лучше бы оттуда уехать, то теперь это, хотя и тогда это наносило трагические последствия, потому что гомофобная атмосфера там, которая довольно быстро воцарилась, она делала невыносимой жизнь многих наименее защищенных и тех, кстати, у кого совершенно искренние чувства, ну вот которых гомофобная среда решила таким образом дискриминировать. Теперь же у них задача похуже, значит, они могут именно что экстремистами на свое усмотрение не даже дело в том, что оппозиционно настроенных или каких-то мешающих, а всех подряд туда вот, значит, загребать с какой целью. Как известно, в России есть одна настоящая подлинная религия, называется АУЕ. Значит, это там, особенно на зонах, по большому счету, вся Россия является одной большой зоной, которая уже обнесена колючей проволокой, целая одна восьмая суша, но тем не менее там вот на этих самых зонах устои таковы, что попавшие вот по такому надуманному поводу, но тем не менее обвиненные вот в их, так сказать, нескрепности, они там попадут в условия, которые могут оказаться для них совершенно невыносимыми. То есть их не будут пускать там к общему столу, еще что-то, то есть там унижение за унижением. И это создаст, естественно, для них, ну как бы сказать, среду, которая, ну, будет нам, может быть, уже на грани выживания, если это вообще, так сказать, ну, в некоторых случаях, может быть, будет вообще носить трагический характер. То есть для чего это делается? Для того, чтобы там, оказавшись и понимая, что им там еще 10 лет пробыть придется вот так же дальше, то они, наверное, будут, как вам сказать, легкой добычей для вот этих, как их, военкомов, для рекрутинговых служб, которые, ну, то есть пытаются восполнить вот эти постоянные путинские, так сказать, потери, поскольку, естественно, это утилизанты, как известно, в общем-то, дольше 4-х месяцев не живущие. Но я хочу сказать, что сейчас вот всем тем, которым, которые, конечно же, ну, избегали наверняка и призыва, и тогда всех этих вот манипуляций путинских преступных, то теперь им, наверное, надо просто думать о том, как, знаете, руки в ноги и бежать, что называется, вот именно, чтобы бежать оттуда срочно, по той причине, что, ну, как сказать, они иначе оказываются просто под боем. Это объявленная охота. Значит, путь какой? Донос, экспертиза, суд, тюрьма. То есть это будет, скорее всего, это все сделано для того, чтобы это именно что носило массовый характер. И если кто-то там еще думает, что он как бы не выражал каких-то своих там особых мыслей там нигде в социальных сетях или там еще не протестовал и так далее, то это не значит, что вот это новое направление по поиску утилизантов не коснется даже таких, как бы молчавших до сих пор. Поэтому, соответственно, если у них хватит сейчас, так сказать, времени и возможности срочно просто покинуть Мордор, оказавшись где-нибудь, я не знаю, там, куда их еще пускают, там, Казахстан, Армения, Грузия, не знаю. То думаю, что в связи с вот такими ужесточениями и, конечно, очевидной дискриминацией, я думаю, что у них все-таки будет возможность получать, наверное, ну, так предполагаю, во всяком случае, до сих пор так было, визы в какие-то страны и спасаться таким образом от путинской преступной мобилизации, потому что, по большому счету, вот я так понимаю, у них кончаются, так сказать, даже полезные идиоты, даже заканчиваются те, которых они могли за деньги рекрутировать, даже те, которых они как бы повышали таким образом, так сказать, вот этот мужик, который в хозяйстве иначе и не заработал, то есть это даже смешно говорить, да, то есть на 4 месяца можно рассчитать, сколько они там, но тем не менее, вот эти орко-самки сдавали с большим, я так понимаю, удовольствием, но и даже эти закончились, поэтому теперь они, конечно, схватились за наименее защищенную очередную категорию, вот это у них, в принципе... Ну, Мария, там дело же в том, что пострадает не только эта незащищенная категория, пострадает любого, которого захотят загрести, в Российской Федерации уже давно все, кто не за Путина и не за войну, те неправильные ориентации, а подложить какой-нибудь флажок радужный в карман и за это арестовать, а затем посадить, это в России могут, вот чем это, наверное, тоже чревато. Мария, спасибо огромное за то, что нашли время с нами пообщаться, оперная артистка и популярный блогер Мария Максакова присоединялась к нашему эфиру, спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас.